В волонтерском штабе «Мы вместе Севастополь» собирают гуманитарную помощь для Херсонской области. Севастопольцы и предприниматели города приносят продукты, питание, воду, одежду и другие необходимые вещи, рассказала сенатор Екатерина Алтабаева. Потребность в продуктах питания, в средствах гигиены, конечно, есть у тех, кто живет сейчас на Украине, у мирных жителей наших братьев украинцев. И поэтому мы, конечно, предполагаем, что и вот сейчас по договоренности в Херсонскую область, наверное, из этих продуктов, предметов первой необходимости, может быть, большая часть будет отправлена именно туда. Поэтому, конечно, севастопольцы, если они соберутся как-то гуманитарную помощь оказывать, пусть обращаются в штаб «Мы вместе». Руководитель волонтерского штаба «Мы вместе Севастополь» Виктория Кошлякова уточнила, что гуманитарную помощь продолжают собирать до конца этой недели. У нас, объясню, почему поступил запрос для сбора Херсонской области гуманитарной помощи. В частности, к нам на горячую линию в колл-центр обращаются очень многие жители, в частности, Новая Каховка, Геническ. Люди просят привезти то продукты, то лекарства и так далее. Я думаю, что мы к концу недели сможем собрать необходимое количество продуктов и направить уже в Херсонскую область. Екатерина Алтабаева отметила, что работа с беженцами из Донбасса сейчас идет в разных приграничных городах. Все, наверное, приграничные области, субъекты Российской Федерации, они сейчас принимают тех людей, которые выехали из Украины. Прежде всего, конечно, республик Донецкая, Луганская, народных республик, но и из областей Украины, где сейчас идет страшные военные действия. Прежде всего, это операция по деноцификации, демилитаризации Украины. И наши войска делают все для того, чтобы мирное население не пострадало. Но то, что делают фашисты на Украине, кроме когеноцидам, иначе не назовешь. Точную дату отправления машин с гуманитарной помощью озвучит губернатор города Михаил Развожаев. Продолжение следует...